Всем добрый день! В сегодняшнем видео не будет ничего о грамматике или о лексике. Сегодня я хочу поговорить о том, почему многие из, давайте скажем, нас начинают что-то и вроде как бы так хорошо начинают и заканчивают, сливаются где-то посередине. И если уж говорить про английский язык, некоторые доходят до уровня А1, А2, ну то есть уже могут там что-то о себе рассказать, рассказать, как прошли там выходные или как прошел отпуск, что-то там рассказать немножко о работе, о том, что им нравится. И вот застревают на этом уровне, не двигаются дальше, начинается перебор преподавателей, курсов и так далее, и так далее. В общем, тема сегодняшнего видео «Почему я никак не могу выучить английский язык?». И прежде чем я хочу поговорить об одном конкретном примере, точнее уже два или три таких вот случая у меня были в моей практике, но прежде чем расскажу про них, хочу немножко еще побыть капитаном очевидность и парочку таких реально, ну в общем-то, несложных вещей рассказать, да, о том, почему все-таки вот не учиться и не учиться. Первая абсолютно банальная вещь, вообще посмотрите, нормально ли вы, достаточно ли вы спите, хорошо ли вы отдыхаете, и не похожи ли вы на ту самую белку в колесе, которая вот бежит, 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 и где-то в этом всем еще нужно учить английский. Здесь, знаете, как вот в тренировках или как в похудении, когда мы доходим до какой-то точки и дальше никуда не движемся, то все гуру спорта и все диетологи говорят о том, что нужно обратить на количество сна, потому что когда сна мало, там что-то не вырабатывается, и мы не можем дальше похудеть, и занятия в спортзале не приносят тех результатов, которые мы ждем. Вот на самом деле то же самое с любой умственной деятельностью, коей и является изучение иностранного языка. Если вы чувствуете, что вот что-то я вообще оттупел, и в голову ничего не лезет, и это слово я уже 120 раз смотрела в словаре, оно никак не залезает в мою голову, посмотрите вообще вот во сколько вы ложитесь, и сколько вы спите, и достаточно ли вы спите, и не чувствуете ли вы себя уставшим, и можете ли вы вообще вот лечь на диван, там, не знаю, прочитать книжку дольше, чем 5 минут. И если вы ложитесь очень поздно, встаете достаточно рано, работа у вас много, или же каких-то других там дел, не знаю, домашних, дети и так далее, и вы всегда бежите, 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 то, ну, понимаете, английский это работа мозга, да, и мозг он должен быть все-таки в каком-то свежем состоянии. Дальше, здесь, как правило, все говорят, ну, блин, да, но я мало сплю, потому что времени ни на что нет. Времени ни на что нет. Здесь вот я выступлю в качестве наставника, наставников, наставников, и скажу вторую мысль от Капитана Очевидность. Время есть всегда на то, на что мы его выделяем. И мне кажется, я имею основание вот заявлять так, потому что у меня был период в моей жизни, года 3, наверное, где-то, когда я работала просто практически нон-стоп, у меня был ребенок без няни и вообще без родственников, то есть вот мы с ним, только вдвоем я им занималась, и при этом еще были всякие хозяйственные дела и прочее, и прочее. И время, оно всегда находится на то, на что мы готовы выделять это время. Поэтому, если нет времени на английский, но есть время на то, чтобы там посмотреть какое-нибудь 4-часовое интервью на Ютьюбе, или целый час полистать ленту запрещена грамма, или же, не знаю, там какие-нибудь ПА-процедуры по 4 часа, или же, в общем, вы поняли, да, то тогда следует задать себе вопрос, вот если у меня нет времени на английский, а нужен ли он мне? Потому что может вообще выясниться, что и не нужен. И можно не мучиться и вообще решить для себя, что мне английский язык не нужен, и не тратить ни деньги свои, ни время, ни нервы преподавателя. Кстати, сказать вот про то, что он не нужен, работает точно так же и для многих людей, которые, казалось бы, живут в англоязычных странах. У меня вот прям среди ближайших знакомых очень много примеров, когда люди оказываются за границей и организуют себе очень комфортную русскоговорящую среду, вплоть до того, что они даже работают на русском языке. И это не обязательно, вы знаете, быть, не знаю, там няней в русскоязычной семье, или жить вот прям непосредственно в центре Brighton Beach. Вполне можно найти работу даже, не знаю, в какой-нибудь серьезной компании, где просто вот так сложилось, что весь отдел – это люди, которые говорят на русском языке. Такое бывает, честное слово. Я вот прямо из жизни это рассказываю. Здесь можно прожить вот, не знаю, там пять, шесть, семь лет и не выучить английский язык, потому что он на самом деле не нужен. Вот не нужен он вам внутри, в глубине вы это понимаете, поэтому и прогресса как такового нет. Вот что с этим делать, это уже, конечно же, вам решать. То есть либо просто смириться, либо подумать, а может все-таки стоит сделать усилие, потому что сейчас не нужен, а потом нужен. И где-то, не знаю, полгода назад видела такую прекрасную иллюстрацию, зачем нужно учить иностранный язык, ну, прежде всего, женщинам, которые оказываются за границей через замужество. Так вот, это не для того, чтобы выйти замуж, а для того, чтобы развестись. Потому что не секрет, да я и сама этим пользовалась, когда только приехала, за меня все делал муж, потому что я вообще не говорила ни слова на французском. Но понятное дело, что когда отношения прекращаются, вам уже нужно начинать самой заниматься банковскими счетами, поиском квартиры, чтением всех этих бумаг и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если это пример из вашей жизни, вот соломку подстелить все-таки, я считаю, стоит. Ну, а теперь уже перейду к самому главному. Вот именно хочу сказать на опыте своих нескольких учеников, почему вот они как-то застряли, и потом потихонечку все это как-то сошло на нет. Смотрите, когда мы решаем заняться английским языком, наконец-то, да, серьезно, или пойти в спортзал, или, не знаю, начать играть в теннис, или заниматься плаванием, в общем, нужно подчеркнуть. У нас все-таки есть, во-первых, это какая-то новая для нас деятельность, у нас есть энтузиазм, нагорим, нам хочется. И на начальном уровне результаты получаются очень-очень быстрые. То есть, если, я не знаю, ну, вот вы начинаете играть в теннис, то, в принципе, уже там, я не знаю, после первых пяти занятий однозначно будет лучше, чем до пяти занятий. Ну, вы просто хотя бы ракетку начнете там правильно держать. То же самое с плаванием, да, уже будет большой прогресс. С английским языком достаточно вообще просто прийти на урок, что-то послушать, и вы уже что-то выучили, потому что до этого вы вообще ничего не знали. Когда начинаются сложности? Вот у меня в плавании я за первые, там, полгода, когда я уже во взрослом возрасте вернулась в плавание, я просто в детстве полтора года занималась, так вот, за первые полгода, когда я уже там в тридцать с лишним лет вернулась в это все, у меня был вообще обалденный прогресс, я два там призовых места заняла в нашем там спортклубе. Вообще, все было классно. Когда начались сложности? Когда мне нужно было мой результат сократить всего лишь на три секунды? Ну, вы знаете, вот следующие полгода ушли на то, чтобы вообще на одну секунду вначале сократить. Ну, потом, к сожалению, все остановилось, потому что я переехала. Но смысл вот в чем. Чем дальше мы занимаемся чем-то, тем разница в до и после становится менее очевидна. Подумайте, что такое одна секунда для дистанции? А между тем, вы сами знаете, что на Олимпийских играх это может быть мировой рекорд и золото. Одна секунда. В английском, хорошо, вот мы уже выучили там какие-то основные фразы, что-то начинаем запоминать, худо-бедно освоили там три основных времени. Но дальше, чтобы не звучать в духе «я пойти в магазин вчера другом», нужно прикладывать уже намного больше усилий. Вот вам такой пример. Буквально его пару дней назад объясняла одна ученица. Смотрите, если вы говорите на каком-то самом таком начальном уровне, и вы скажете там «I went walk with my dog», человек вас поймет, конечно же, то есть мысль вы донесли, с собакой вы пошли гулять. И человек поймет, что вы учите английский, что это не родной ваш язык, и он вас вот как бы даже, знаете, такой какой-то молодец, вообще хоть что-то говоришь. Но если вы хотите уже звучать вот не как «я гулять собака пошел», а «я вчера сходил погулять с собакой», то здесь уже нужно не просто помнить, что вот есть какое-то слово «go», есть какое-то слово «walk», а нужно запомнить все выражение «to go for a walk». Или же, если уж про собаку, «to walk the dog». «I walked my dog yesterday» или «I went for a walk». И вот ни одного слова из этого выражения «to go for a walk» выбросить нельзя. И для того, чтобы это все запомнить, нужно уже прикладывать чуть больше мысленных усилий, чем просто вот запомнить слово «walk». Дальше, смотрите, какие-то вот такие самые, ну, скажем так, первые слова, да, как, не знаю, там, стол, стул, дом, да, там, не знаю, волосы и так далее. Во-первых, многие учили английский в школе, еще что-то там из школы из каких-то времен, да, вспоминается. Но в любом случае это вот такие слова, которые, ну, они как бы реально вокруг, их еще как-то несложно запомнить. Сложность начинается, когда нужно уже вникать и запоминать нюансы, когда волосы могут быть не, там, не знаю, просто волосы, да, а нужно запомнить, что они могут быть, там, не знаю, прямые, кудрявые, волнистые, светлые, темные, брюнет, шатен и так далее, рыжие волосы. То же самое с глаголами. Хорошо, окей, выучили как-нибудь, там, да, глагол decide, но если двигаться дальше, то нужно уже выучивать выражение типа, там, to make a decision или to make up one's mind и так далее, и так далее. И здесь, как правило, вот этот период наступает уже тогда, когда английский потерял свою новизну. То есть это превращается в какую-то рутину, при этом понятно, что до носителей еще до Китая пешком, и так как это превращается в рутину, вот этот драйв немножко так, а иногда и немножко спадает, мозгу хочется каких-то новых, приятных впечатлений, ощущений, да, а там вот еще по нумерологии предлагают, и карты Таро тоже интересно было бы изучить. То есть мозгу хочется чего-то новенького и быстренького, да, потому что в какой-нибудь там карты Таро, вот просто пришел, запомнил, и уже классно, вообще все, ты можешь раскладывать в карты Таро, а в английском отсидеть, учить эти прилагательные, вроде великолепные, потрясающие, невероятные, и они все разные. И здесь начинаются, вижу уже, точнее, видела, да, начинаются такие, давайте сегодня пропустим, что-то я сегодня как-то не очень, домашние задания сходят на нет, то есть все, о, нет, нет, не было времени, не было времени, вообще такая неделя была, такая неделя, все очень сложно, и постепенно вот это все затухает, как огонь в камине, да, если туда дрова не подбрасывать, и сходит на нет. И дальше вот там, либо, ой, у меня был там сложный период в жизни, либо там подаватель что-то как-то не то, либо курсы не те, либо период не тот, и так далее, и так далее, и так далее. Как можно вот это вот в себе преодолеть? Я думаю, что так же, как и со спортом, там, с похудением, и так далее, и так далее. То есть, во-первых, те из вас, кто когда-то пытался или пытается сбросить вес, ну, или, наоборот, не набрать его, вы знаете, что это не вопрос диеты на неделю, да, или пусть даже на две недели. Поддерживать вес – это путь длиной в жизнь. То есть, вот мы либо едим правильно, либо мы не едим правильно. А все эти диеты, вот сбросить за два дня, там, пять килограмм, а потом их, а потом набрать 10 через, там, две недели, это не наш путь. Те из вас, кто занимается каким-нибудь спортом, причем, может быть, например, там, ну, каким-нибудь спортом, не в смысле вот спортзал, да, ходите, а, ну, я не знаю, теннис, да, там, не знаю, хоккей, футбол, плавание. Вы знаете, что, чтобы двигаться, да, чтобы расти, чтобы, там, на каких-то соревнованиях получать места, нельзя этого достигнуть за два месяца. И там, как бы, знаете, аппетит приходит во время еды. То есть, если вот все идет как-то хорошо, то еще есть стимул себя дальше двигать. А если вот вы где-то застряли на том, что, ну, вот надо в три секунды вложиться, а работать надо этим еще, там, не знаю, месяцев пять, здесь, конечно, ну, уже сложнее дойти этот путь до конца, но, тем не менее, тем не менее, сам спорт вам нравится, да, вы, как бы, настраиваетесь на это, и все-таки есть какие-то плюшки в конце. Еще раз, понимать, что язык, язык, это не курс на три месяца или на четыре месяца. Язык, вы знаете, это вообще что-то, что мы учим всю жизнь. То есть, я тоже учу английский язык, хотя я уже, ну, говорю на нем страшно сказать сколько, не буду говорить сколько. И все равно мне тоже нужно учить английский язык. Мне постоянно нужно что-то смотреть, мне постоянно нужно что-то слушать, что-то читать, какие-то выражения для себя повторять, освежать в памяти и так далее, и так далее. Если я сейчас перестану использовать английский, ну, где-нибудь, там, например, на четыре года, ну, конечно, я не упаду ниже определенного уровня, но все равно я много потеряю. Поэтому язык, это вообще путь такой длиной в жизнь, понимаете? Это не то, что вот я сейчас вот еще год позанимаюсь, и потом вообще будет шикарно. Это не значит, что надо год с преподавателем заниматься, то есть не год, а 10 лет, простите. Но нужно понимать, что это занятия такие регулярные на протяжении очень долгого периода времени. И вот второй момент, который, над которым стоит задуматься, смотрите, вот как в спорте, что для нас может быть мотивацией? Мотивацией будет поучаствовать в каких-то соревнованиях и даже выиграть там, может быть, второе место, да, третье. А если первое, то вообще восторг. Надо в языке тоже находить себе какие-то такие, ну, маленькие морковки, так скажем, да, которые после того, как мы вот ее догоним, эту морковку, и съедим, у нас будет ощущение счастья, ощущение удовольствия. Этой морковкой может быть поездка в эту страну, да. Этой морковкой может быть, не знаю, там, какая-то книга, которую вы прочитаете от и до. Этой морковкой может быть то, что вы сможете фильмы начать смотреть на английском языке. Здесь нужно вот эту свою морковку найти самому. Например, вот один из моих учеников, он радуется тому, что вот мы с ним что-то там проработали, да, и он, оказавшись в каком-то административном учреждении, он может достаточно сносно объясниться, да, попросить, что ему нужно сделать, да, какую бумагу ему нужно получить, и не чувствовать себя вообще полным идиотом. Для кого-то это может быть то, что вот сегодня я пришел в кафе, и вот мне нужно было попросить, чтобы они мне вот это сделали, пожалуйста, без сахара, и кофе мне принесите одновременно с десертом, и вот я вам могу это попросить, и я не стою и не туплю по полчаса над каждой фразой. Надо такие вот моменты, во-первых, как-то для себя, может быть, с одной стороны планировать, а с другой стороны, вот если вы и так уже живете за границей, то вот такие моменты нужно отмечать, то есть вот прям гладить себя по голове, что вот здесь я вот это вот сделал, и у меня получилось. И тогда мозг будет получать этот дофамин, и будет хотеться двигаться дальше. Но все-таки хочу вернуться еще раз к тому, вот с чего я начала. Если вот вы учите-учите, а оно не учится-не учится, то здесь все-таки два основных момента. То есть первый, на это нужно выделять время, и не 10 минут перед сном, и не где-то вот на бегу, а все-таки выделять на это время. И время всегда можно на это выделить, если поставить это в приоритет. И второй момент. Не нужно думать, что вот еще три недели, три месяца, и можно будет поставить галочку. На самом деле галочку нам всем, и мне в том числе, ставить еще рано. И никто, 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 даже все эти комментаторы, которые там постоянно что-то там комментируют, я не знаю, там какой-то у меня акцент, или, я не знаю, здесь вот я в одном слове «так ты сказала, а можно же вот так, вот так, вот так». Вообще всем этим людям, включая меня, до носителя, ну мы не носители, понимаете? Мы не носители. И если ставить в качестве планки как носитель, то нам всем до этого еще идти и идти. И это долгий-долгий-долгий путь, который можно проходить там, не знаю, можно на курсы ходить, да, можно самостоятельно, можно с преподавателем. Вообще, я думаю, что нормальная история изучения языка – это все вместе, да, то есть немножко какие-то курсы прошли, где-то частные уроки взяли, где-то самостоятельно разобрали, где-то просто фильмы смотрите. То есть это всегда вот такой микс, и как раз это и нормально, так оно обычно и происходит. Но самое главное – относиться к этому вот как к правильному питанию. Понимаете, нельзя вот всю неделю сидеть на огурцах, дотянуть до воскресенья, и там съесть три коробки сниферсов. Понятное дело, что тогда все, что было до этого, оно как бы перечеркнется. И если уж мы решаем, что вот мы будем поддерживать вес, не знаю, на такой-то планке, то это путь длиной в жизнь. Вот любой язык, на самом деле, это путь длиной в жизнь, потому что потом нам этот язык нужен для общения, для чтения, для просмотра фильмов, в общем, для очень большого количества приятных вещей. Если вам понравилось это видео, то буду очень рада, если вы поставите лайк. И чтобы не потеряться, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!